Ассалжан Бахачанулу и Нурберген Шарипов будут драться 16 марта на разных континентах, но за Казахстан, друзья. Итак, ОСА-93, наш боец Ассалжан Бахачанулу против Василия Бабича и Титана Си-53, наш боец Нурберген Шарипов против Паула Серхио Сантоса из Бразилии. Во-первых, сразу же, друзья, эти поединки состоятся 16 марта, как я и говорил, в эту субботу, ну а уже в воскресенье в 5 часов вечера на нашем канале Наш Боец, ожидайте прямое включение, у нас будет прямой эфир, где мы поговорим непосредственно об этих поединках, об итогах этого поединка, так что не забудьте, теперь каждое воскресенье в 5 часов вечера у нас прямой эфир на канале нашбоец.кз. Будем говорить про эти поединки, а также отвечать на ваши вопросы. Это вот то, что касается этой темы. Также не забываем, что 29 марта состоится очередной турнир промоушена моего любимого Аллаш Прайд в городе Тарас, на Тарас-арене, куда мы собираемся поехать, и мы сейчас открыли сбор. На эту поездку я буду нанимать оператора, надеюсь, что у меня хватит денег. Сейчас вот, допустим, мы уже собрали около 15 тысяч тенге, ваши это деньги, друзья, вы мне помогаете в этом плане, большое вам спасибо, как я и уже и говорил, поедем примерно на 3 дня, примерно нужно 100 тысяч тенге, но там зарплата оператора, проезд, проживание, питание и т.д. и т.п. Не хочу брать деньги у организаторов, хочу быть максимально объективным и честным. Поэтому, если есть желание помочь нашему проекту, вот номера карточек на ваших экранах, а также они будут в описании под этим видео. Мы двигаемся дальше. Итак, Василий Бабич против нашего бойца Ассалжан Бахчанула. Кто же такой Василий Бабич, друзья? Отличительная черта этого человека, он левша. За левшой всегда приятно наблюдать. Это во-первых. Во-вторых, это боевое самбо, это его основная дисциплина. Что это говорит? У него по-настоящему хорошая ударка, тяжелые удары, друзья. Это вот большой плюс Василия Бабича, а также могу сказать, что у него хороший партер, друзья. Но мы также знаем, что Ассалжан против после поражения 2000, вот допустим, в прошлом году, да, в 5 мая, от Муслима Магомедова, да, если не ошибаюсь, Ассалжан очень плотно начал заниматься бразильским джиу-джитсу, плотно начал заниматься грэплингом. Сейчас Ассалжан обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. И не скажу, что вот этот вот поединок против Василия Бабича, это будет такой экзамен по партеру. Не скажу. Потому что Василий, как мне показалось, больше привержен именно стойке. И вполне вероятно, я вот думаю, что схватка будет проходить вот именно на втором этаже, так скажем, в стойке. В этом плане у Ассалжана вроде бы все нормально. Но посмотрим, время покажет. Также по таким, так скажем, сухая статистика цифры. У Василия Бабича 11 побед, 6 поражений. Из 11 побед у него 3 нокаута, 1 технический нокаут, 6 сабмишинов и 1 победа решением судей. Из 5 поражений, 2 проиграно сабмишинами и 3 решением судей. Интересный факт. Последняя схватка у Василия Бабича состоялась 2 года назад на платформе С70. Он ее победил решением судей, оказался победителем. Ну а финишировал он сабмишином в последний раз в 2014 году. А нокаут у него произошел в 2013 году. Не знаю. Полезная ли эта информация для Вас, друзья, но я посчитал нужным с Вами ей поделиться. А теперь переходим к схватке на Титан FC-53, где наш боец Нурберген Шарипов будет драться против бразильского файтера Паула Серхио Сантоса. Прежде, прежде, прежде давайте послушаем самого Нурбергена Шарипова. Буквально на чемпионате Казахстана по ММА в этом году я взял небольшое интервью у Нурбергена. Все, внимание на экран. Нурберген, жақын вақытта мен Нурлан Қалтаевпен интервью сұқпат алғам. Моксайт-ді сіз Америкада асыз кәзірді. Казірин Алматта көріп түріміз. Енді Америкада жатты қалай өтті сол тұралай түріңізші? Америкада ғақсы, ана, Грейг Джексон залындау, Джексон Уэйн деген. Сәуіқта түртті айжаттықамын. Ампирен, мұл қалай, айжаттықатыния? В США, как раз в госпитале,毎 месяце перед впечатлением, я взрослым в Казахстане. В США? Да, в Америке. Ага, почему тебе нужно подготовиться? Нет, почему я подготовился, и тренеров более качественные, а в США, тренеров более качественные, работа нет, и разница, я не знаю. Вот такое интервью получилось. Теперь переходим к сухим цифрам. Статистики Шердо. У Павла Сергея Сантоса 6 побед и 2 поражения. Ни одной победы Сантос не одержал нокаутами. 5 сабишинов и одно решением судей. Ну а поражение у него исключительно решением судей. В плюс могу сказать, что Сантосу будет очень непросто с Нурбергеном. Он у нас разноплановый боец. Может и ушатать, может и хорошо побороться без проблем. И плюс, конечно же, то, что у Нурбергена выше рост. Это большое значение, мне кажется, имеет. Ну посмотрим, что будет. Молимся и болеем за наших пацанов. Еще раз напоминаю, в это воскресенье, это получается 17 марта, в 5 часов вечера у нас прямой эфир, где мы поговорим уже об итогах этих двух свадках. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, всем пока, салам алейкум, арвилерчи.